Итак, когда вы зарегистрировались, автоматически у вас бесплатный аккаунт. Дальше, как добавить видео на Vimeo. Кстати, вот мне так нравится, он гораздо проще, чем YouTube. Как-то здесь все понятнее. Так, друзья, я убираю видео свое, чтобы оно не закрывало текст, вам все было видно, и в конце уже включусь. Итак, шаг первый. Заходим в свой аккаунт под логином и паролем Vimeo, да, vimeo.com. Кто не зарегистрировался, зарегистрировайтесь. Дальше, с правой стороны есть два варианта. Либо около вашей фотографии нажмите Upload, либо внизу кнопка Upload a video. И то, и то будет выведет вас на вот эту страницу, на следующую страницу. На этой странице у вас будет кнопка Choose a video to upload. Кстати, единственный минус, большой минус, но это для тех, кто не знает английский, этот сервис на английском языке, у него нет русского. Вот, поэтому я здесь в большинстве случаев основные настройки перевожу. Вы можете потом воспользоваться записью. Итак, Choose a video to upload. То есть выберите видео для загрузки. Нажали на эту кнопку. Под номером 1 название видео появляется с размером, сколько мегабайт. Дальше появляется ссылка Add another video to upload. Это в том случае, если вы хотите не одно видео загрузить сразу, а несколько, да, нажимаем на эту ссылочку и повторяем операцию. То есть ищем на компьютере файл и, как бы, его открываем. Когда все файлы необходимые вы включили, нажимаем на кнопку Upload selected video. Загрузить выбранные видео. Циферка 3. После этого начнется процесс загрузки. Выглядит он так. Первый скриншот Upload your video. Видите, такая полоска, панелька, да, где видно, как загружается, сколько процентов загружено, можно на паузу поставить. Это вот видео грузится. Когда оно загрузится до конца, появится зеленая кнопка. Done, go to video. Видео закончено, идите к видео, да, пойдемте к видео. Дождитесь, пока видео загрузится, ни в коем случае не закрывайте экран и не переходите на другие страницы. Оставьте, если вам нужно что-то дальше поработать, откройте другую вкладку в браузере, а эту оставьте как есть, пусть она грузится, иначе прекратится загрузка, да, то есть как бы ваша страница должна с загрузкой быть открыта. Ну, пока грузится, пока грузится, можно сделать некоторые настройки. Под вот этой вот панелькой, где будет показан индикатор, да, загрузки, спуститесь чуть ниже, и там есть несколько вкладок. Basic, Privacy, Collections, Advanced и Upgrade. То есть основные, приватность, коллекции, дополнительные и, как бы, апгрейд, это там увеличить тариф, да, то есть сделать его платным. Но это нам не надо. Итак, первое, настраиваем Basic. Пока грузится, можем вот это настроить. Основные настройки. Напишите заголовок, вот чуть ниже поле заголовок данного видео. Дальше, описание, напишите, да. Дальше, выберите язык, на котором видео написано. Дальше, спускаемся чуть ниже, в разделе категории и метки, поле метки, пропишите ключевые слова, так же, как на YouTube, да, через запятую, ключевые слова. Дальше, посмотрите, Content Rating, рейтинг контента. Здесь имеется в виду, для какой аудитории у вас видео. Если у вас не, как бы, ну, не для взрослых, да, как бы, видео, то ставьте All Audience, то есть для всех, да, ну, она по умолчанию стоит. Дальше, Credits. Это тоже интересная фишка. Смотрите, на Vimeo очень строгие правила по поводу авторства. Вы можете загружать видео только собственного производства или видео, в котором, в котором вы участвуете. Участвуете в разных ролях. Можете, там, быть актером, можете быть оператором, можете, там, быть режиссером и так далее. Не важно. Главное, что вы, как бы, участник данного проекта и принимали участие в создании. Поэтому, если видео не ваше, да, то есть не вы его создали, а где-то вот взяли, кто-то его создал, обязательно под своим именем у вас там будет такое слово Set a role. Установите роль. Установите, кто вы здесь, да. Нажимаете на эту ссылочку и там всплывет поле, всплывет такой поп-ап и нужно будет просто в поле написать, кем вы являетесь в этом видео, да, какая ваша роль в этом видео. Пишите по-английски, потому что сервис английский, и так, ну, как бы так, да. Ну, я примеры здесь привожу. Это директор, это режиссер, эдитер, это редактор, musician, музыкант, там, графикой, актер и так далее. То есть, ну, просто произвольно, там нет какого-то списка, вы просто произвольно пишете, что вы там в этом видео делали и какая ваша роль в нем. Для чего это делается? Если там вдруг кто-то, ну, покажется, что это не ваше видео и так далее, и Vimeo захотят, там, например, удалить, они будут смотреть ваше отношение к данному видео. Они так и пишут в условиях использования. Вот, ну, обычно мы всегда вставляем свои видео, поэтому проблем нет. Дальше, после того, как все это вы настроили, нажимаем на кнопку Save Changes. Сохраняем настройки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!